Еще, значит, об оздоровлении Сергея. Вот смотрите, я вам показал, как готовить проросшее зерно. Вот как раз она заливается, вот в этой кастрюльке заливается. Далее, ночь залита, зерно набухает. Утром вы воду сливаете, просто-напросто сливаете, и в этой же кастрюльке оставляете. Ну, накрыли ее, чтобы зерно не высыхало. Оно прорастает. Оно как раз прорастает, выключиваю человек 1-2 мм, и вы это все делаете в целлофановый пакет, и дальше вы будете использовать на блендере с кисломолочным, с метком, и, значит, использовать. Это самое лучшее зерно, имеющее максимум биологической ценности. Не знаю, вот с чего это он взял, что начинает проращивать, или зерно на лотке. Это уже совершенно другое. Это вы будете получать, как бы сказать, зеленую массу для салатов. Ценность вот эта вот, конечно, будет хорошая, вот этих вот длинных проростков, но против именно проростков в миллиметр 2-3, она будет меньше, значительно меньше, потому что жизненная сила уже выбухалась вот сюда, то есть она свой потенциал израсходовала в виде вот этого зеленого проростка. То есть это для салатов. Ну, я не знаю, стоит ли заморачиваться. Если вы хотите, пожалуйста, я лично использую вот здесь. Все у меня в кастрюльке, я беру и делаю. Далее, смотрите, если зерно прорастает дальше, оно получается вот таким. Поэтому его желательно использовать, ну, в течение недели. То есть хранить не в морозилке, а в холодильнике. И вот это тоже нормально сойдет. Ну, хотя уже довольно-таки большие проростки. Вот, поэтому внимательно слушайте, о чем я вам говорю. Одно дело, если вы хотите вот эти вот проростки, значит, вот это вот максимум прорастания, которое надо использовать в блендере, вот как раз в блендере и так далее, в виде там смузи, в виде коктейля и так далее. А если вы, конечно, хотите в виде салата, ну, пожалуйста, тогда вот так вот делайте. Некоторые даже умудряются вот это вот срезать все, и как-то там они выдавливают сок. Ну, не знаю. Короче, если вы хотите заморачиваться, пожалуйста, заморачивайтесь. А так вообще, так вообще, внимательно, внимательно смотрите за тем, что... Вот видите, сколько тут этой слизи выходит. Вот он тут выписывает то, что я ему пишу и так далее. Книжки там, кстати, книжки он там боялся читать. Из-за того, что надо поменять образ жизни для того, чтобы стать здоровым. Вот, а как бы больной человек, вот, он страшится это сделать, потому что это ж надо все это изменить. Ну, вот как раз он, видите, дошел до чего. Ключицы торчат. Вот, и теперь он потихонечку набирает вес, вес растет, это хорошо. А это разного рода ерунда выходит. Что тут у нас? Выходит, выходит, выходит. Так, 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 видите, слизь прет, прет, прет. А вот это вот как раз, если вот так присмотреться, это, скорее всего, эти самые разлагающиеся... Аскориды. Вот их нет, тут такой разложившийся тыльца, так сказать. Ну, поедем дальше. Что тут у нас? У нас. Вот они тут еще выходят. Такие вот белые, кусками. Вот, видите, что выходит. И вот, когда человек увидит вот такую вот мерзость, которая в нем имелась, униздилась, и которая, будем говорить, живая, и, естественно, использует его организм для своего собственного развития, то как можно с разного рода таблетками и прочим-прочим быть здоровым? Ну, как вот, вот, вот спросите, как вот эта вот вся мерзость, это вот все это разложившиеся уже эти самые тельца, аскорид, вот так вот они выглядят, вот это такие белые, такие своеобразные пленки. Так, это... Молодец он! Сколько отчитался, сколько спросил, сколько... Сколько, как бы сказать, получил втыков, что и как делать? Вот так и надо вести оздоровление, но при этом, при этом... При этом... Конечно, надо оставаться все-таки самостоятельным. Книги есть, все это дело начинать с малого. Тогда у вас все пойдет значительно легче. Не будет каких-то эксцессов. Потому что это все равно, что нырок в глубину. Голодание там, грубо говоря, 45 там суток или еще что-то. Когда человек ничего не делал, это нырок туда в неизвестность, в такую глубину, где он не поймет, с чем он может встретиться. С какими рыбами, с какими акулами, с какими скатами, с какими там касатками и так далее, и так далее. То же самое на выходе. Как выходить, как настраивать и так далее, и так далее. То есть огромная работа была проведена, вот это вот... Говорил, говорил, говорил. Поэтому с малого начинайте. У меня особо нету, как бы сказать... Не хочу сказать, что там отказываюсь или еще что-то там. Но у меня другие интересы, чтобы вы знали. Я трачу много времени для того, чтобы рассказывать то, что уже описано. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.